Музыка Приветствую всех своих зрителей и гостей моего канала. 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 Я написала, как мы едим. Хочу дополнить. Бывает, например, ту же гречку или перловку. Я готовлю в виде плова, только без мяса, морковь, лук и вот какая-то крупа. Потушу и варю. Это значит, у нас получается, как у меня Ольга все время спрашивает, он каждый раз спрашивает, у нас вот этот рис, там гречка, перловка, гарнир или каша? То есть, если каша, да, то он знает, что в нее можно сахарочку добавить, что там ничего нет, кроме соли. Там ничего нет. Он немножко сахарозаменителя добавит, да, сливочного масла положит, еще что-то и съест как кашу. А если я сказал, что это гарнир, значит, там есть какие-то специи, какие-то овощи, грибы там или еще что-то, тогда он есть как гарнир. Вот в данный момент, например, дивзеру я сделала просто так, я ее просто в мультиварке свалила и сказала, это гарнир, хочешь с овощами, хочешь так, хоть как, хоть как. Ну, я имею в виду, овощи это свежие, вот, на завтрак он съел, вот просто ее разогрел и в прикуску с огурцом съел. Умял только, никакого масла не добавил, ничего. Я вообще сливочное масло и растительное масло, кто меня постоянно смотрит, я не очень уважаю, не сильно я употребляю. Я масло сливочное где-то выпечку употребляю, где-то куда-то как-то, а вот я не очень люблю вкус сливочного масла. Ну, я такая, просто я такая. Ильки сливочное масло любит, он может где-то что-то добавить. Ну, вот в данный момент, он часто просто гречку там, например, с молоком ест, гречка он с молоком. Перловку, перловку он любит, я ему отдельно даже как гарнир ему не делаю, он ее просто не любит. А вот если с чем-то сделаю, с овощами, с грибами, с мясом, он за милую душу в рассольнике, вот тут он ее любит. Вот, пшено любит. Мы сейчас, кстати, очень хорошо выбрали вот булгур, сейчас вот дивзира, гречка, перловка. Гречку уже меньше всего едим. Вот эти вот три крупы нам больше всего оставляют удовольствие и не поднимают ульги за сахар. Значит, на обед вот это 4 столовых ложки дивзиры и творог, купили творог на рынке фермерский. Мы когда покупаем, я прямо наслаждаемся, очень вкусно. Добавить сюда сахарозаменитель, немножко сметаны положим или молочка нальет, размешает и вот это у него будет завтрак. Между завтраками и обедом, как всегда, проговариваю, здесь это неизменно хлеб, кусок хлеба с сыром. Если вдруг сыра нету, значит помажешь сливочным маслом. Если вообще ничего нету, например, хлеба чаще не бывает, сыр поесть или наоборот какую-то намазку, это я всегда проговариваю. И может людям показаться, что я одно и то же говорю, но приходят новые или просто заглядывают именно рекомендованное вот это меню. Поэтому я и проговариваю все, как должно быть, как у нас это происходит. Это все меню я делаю для своего диабетика. Мы это уже выявили, мы уже выяснили. Мы уже практически не меняем ничего местами, только по количеству. И у него от этого сахар не повышается. И мы очень рады. У нас стоит сахар в одной норме и мы радуемся. В обед ему будет суп, как вчера помните, с консервами. Сколько раз меня уже люди предупреждали, что нет слова консерва, консервы. Вот правда, я забываю. А я начинаю говорить, думаю, а как же мне сказали, как-то правильно, так правильно или так правильно. Все-таки консервы, значит, суп с консервами. Вот правда, вот надо учить, учить, учить. Действительно. А тем более человек, когда знает это и слух у него режет. Ну, я где-то и прислушиваюсь, а где-то... Вот на особенно говор, конечно, говорят, что убрать эти словечки там какие-то, ну, такие... Не смогу. Это уже, это речь уже такая выработанная годами, поставленная. Я даже не замечаю, что я такие слова говорю. А потом начинаю монтировать. Мне их не вырезать уже. Они идут в контексте. И уже, ну, никак. Ну, никак. Ну, уж смиритесь как-нибудь с моим сленгом, что ли, так это. И на ужин будут котлеты, рыбные котлеты, которые мы вчера с вами приготовили. Это, кстати, последние уже котлеты. Сюда в гарнир пойдут только овощи. Вот я специально положила овощи. Эти овощи у нас идут в течение дня. Например, тут с огурцом, тут с помидориной, тут с редисточкой, с луком. Где-то вместе, где-то салатик так покрошили. Мы в последнее время что-то перестали делать салаты, и каждый берет то, что ему хочется. Я люблю, например, огурец порезать, лук в прикуску, например. Это тоже на пластинке поедет. Ильгис вообще, вот, редиску, вот так вот грызет ее, так любит. Еще говорит, ты не обрезай вот это. Я вот так буду держаться и грызть. Вот, вы не думайте, что здесь очень мало еды. Нет, это же, это основа. А в течение дня горсть орешков, например, там, да. Где-то стакан кефира выпил. Тут где-то я делаю видео, где-то какую-то выпечку, или пирожочек, или печенюшку. Все равно он это все, он наедает свои 2000 калорий, как с куста. Вот я всегда про это говорю, даже порой и побольше бывает. Но вот основа будет вот такая. Вот такая. Если он не хочет, чтобы утром у него был сильно повышенный сахар, он вечером никакие углеводы есть не будет. Ну, а если плюнет на это, скажет, да что с ним в последний раз живут, тогда возьмет там и плову поесть, или там что-то еще такого, ну, какое-то, например. Ну, что-то в последнее время он не очень-то балуется, ему этого, этой еды хватает, видимо. Я уже сильно не слежу, мое дело приготовить. Правда, я частенько, я раньше не спрашивала у него, что бы он хотел и как бы он хотел. Сейчас я стала спрашивать. Ну, бывает же, что у человека хочется вот этого, а этого не хочется. Вот в этот раз у нас нету мяса, смотрите, совсем нет мяса. Но не захотели бы мяса, да, мы бывают 3-4 дня мяса не едим. Но зато рыба, вот тут рыба, тут рыба, да. Вот так, вот так захотелось. Я проговорила с Ильгизом, будешь это есть? Он говорит, буду, это вот хочется, это. Вот два дня мы едим, например, без мяса, мяса не хочется. Так что, спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали меня. Задавайте вопросы, спрашивайте. На все вопросы ваши я отвечаю. По возможности, что я знаю, что получается у моего мужа, как получается. Я все спрашиваю. Ну, вот часто спрашивают таблетки. Вот с этими таблетками, вот что пьет. Вы спросите, пожалуйста, лично у него. У него есть свой канал. Задайте ему вопросы, он тоже так же все отвечает. Но я не могу постоянно ходить и спрашивать. Ты вот это во сколько пьешь таблетку? Это за полчаса до еды, это через 2 часа после еды, это через 3 часа. Это у него очень большой комплекс таблеток. Очень большой. У него диабет серьезный. Он над ним работает прямо от и до. Еще раз спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok